Ребенок, в общем-то, ходит в обычный детский сад, в Монте-Сори сад, в обычную группу, но он не может там находиться длительное время, у него происходит перенасыщение очень быстрое, уходит в истеричное такое состояние перевозбужденное очень быстро. Достаточно опасен он у других детей, потому что он может подходить, толкать, бить, царапать. То есть вот с таким запросом мама и пришла. Вот, 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 вот. В общем, он находился в такой среде, в которой все время нужно было что-то правильное делать. Вот тут правильно, вот тут не раскидывать, вот тут никого не обидеться, вот тут говорить тихо. И вот тут все время, все время, ну, тише, тише, там, тише, тише, да. То есть его все время нужно было как-то структурировать, а его природа такая, чтобы он еще не прожил, вот эта неструктурированность. И я всем родителям, всегда и специалистам стараюсь рассказывать и говорить о том, что насколько важен этап, когда есть неструктурированная, никем не декларированная деятельность, да, когда ребенок может проявить полностью все, что сейчас в нем есть. Кричать, звучать, бегать, стучать, да, это все возможно в сенсорном пространстве. Особенно наши городские дети, а у вас будет возможность с этим проще. В Санкт-Петербурге сейчас такая ситуация, что детей из квартиры, вот, одевают, сажают в машину, привозят на занятия, потом одевают, уходят в занятия и привозят в квартиру, да, то есть дети. И везде нельзя шуметь, везде нужно следить за собой, контролировать себя и так далее. В зависимости от того, какое нарушение, я вообще сейчас перестала замечать разницу между тем, ребенок с особенным развитием или не с особенным, для меня просто есть дети, вот, с их потребностями телесными, да, у каждого свои потребности, и вот это ребенок с особенным развитием или не с особенным, у него есть просто сложности, и мы эти сложности решаем, поэтому я хотела вам показать его. И первое, что мы делали с ним, это мы с ним все раскидывали. Кидать, да, это очень важное действие, вот, кидание, для телесного ощущения себя, да, как в момент кидания, во-первых, происходит снижатель вестибулярного аппарата. Ребенок, у которого нарушена равновесие, он или будет очень легко кидать, или вообще не будет кидать. Вы, наверное, это все знаете, ну, много, да, ну, кидали, раскидывали, при этом кричали, да, кидать в стену так, чтобы прямо шумно было, да, сюда, шумно так, чтобы было в стену. Вот эти стены прекрасные, прекрасные, это вот. Такие тяжелые у нас есть мячики специальные, сенсорные, да, наполненные пластиком, ну, пластиковыми шариками, которые мы кидали в стену. Столкновения. Мы с ним машины две, и мы там прямо, бух, сталкиваемся друг в друга, да. И какой интеллектуальный уровень у этого ребенка, это не имеет значения. Мы работаем на уровне тела. Его тело сейчас нуждается в этом, и мы, и я, как бы, ему помогала в этом, да. У нас есть такие мягкие палки, это тоже сантехнический магазин, сенсорные, длинные такие палки, и мы этими палками деремся. Прямо вот так друг друга машем. Очень много, знаете, я сама иногда после занятия выхожу, думаю, ух, как я, ну, сенсорилась. Вот, вот, чем занимались этим ребенком. Вот то, что он сейчас делает, это вот качель вот такая, вот она, да, он ее использовал как грушу и просто по ней стучил, да. Мне что важно, что он в этот момент звучит. Он пытается в эту качель попасть, и не всегда у него получается. И для того, чтобы руками и ногами попасть по качель, ему нужно сконцентрироваться тоже, да, и как бы задать, дать-задать своему телу попасть по качельу. И таким образом он тоже тренирует координацию свою, концентрацию, все то, что ему потом пригодится в развивающей грандессоре среде.